Этих институтов находятся здесь. Профессор, директор института экономики и менеджмента Юрий Анатольевич Дорошенко. Пожалуйста, Юрий Анатольевич, вам слово. Добрый день, все телезрители. Сергей Николаевич абсолютно прав. Сегодня два института, институт экономики и менеджмента и архитектурно-строительный институт, проводят День открытых дверей, куда мы всех вас с удовольствием и приглашаем, где вы сможете подробно познакомиться со всеми нашими направлениями и специальностями подготовки. Это состоится в 14.00 в аудитории А6 учебного корпуса и, Илья Алексеевич, аудитория 2 аудиторного корпуса. Ждем вас с нетерпением. Спасибо. Телефонный звонок на линии. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Можно задать вопрос у девушки, Светленька, которая представляла проект по оптимизации проспекта Ватутина? Да, пожалуйста, конечно. Подождите, пожалуйста, предусмотрен ли в вашем проекте светофор между памятником Горичнику, там есть остановка Чародейка, и там очень сложный переход. Там постоянно сбивают переходящую дорогу, и, на мой взгляд, светофор там необходим. Предусмотрен ли он в вашем проекте? Спасибо большое за вопрос. В данном проекте рассматривались четыре пересечения, которые работают со светофорными объектами. О пешеходном переходе, о котором вы сказали, там возможна установка светофорного объекта, но на сегодняшний день наиболее эффективным мероприятием будет строительство подземного или надземного пешеходного перехода. Потому что все мы знаем, что светофорный объект — это технология, которая может дать сбой. А такое мероприятие, как подземный или надземный пешеходный переход, сбоя не даст, и ДТП на данном участке дорожного движения не будет. Поэтому строительство пешеходных переходов предусмотрено. Спасибо. Не так давно начал работу студенческий казачий хор. Его выступления украшают различные мероприятия. Ай да рай, растворите мне темную темницу, Ай дайте мне сиянье ярко-белого дня. Ай да че, а че, а че, добро, мою-мою, дяби-яй, Суздат, покори, и по водану коня. Не очень, а че, а че, добро, мою-мою, дяби-яй, Суздат, покори, и по водану коня. Я ходить, только гуля, едяю, чисто в поле, Без близосты скачет июнь по воле, Ноги, гуля, едяю в чистом поле, Без близосты скачет июнь по воле, Бели старец роскачет, аня тримлости, Пусть, пусть, в baj, б給, тру, ай от распустил, Пред твои старец роскачет, аюнь тримлости, Че, курь, пусть, в baj, б給", Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Звонок на линии. Продолжаем программу. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Клина. Я студентка научной субтитров А.Кулакова Университета Белгова. Я разостанчиваю бакалаврянство направлений на сценарий. Скажите, пожалуйста, есть ли у меня шанс и возможность поступить в магистратуру на бюджетной основе и какие направления у вас откроют? Сергей Николаевич, кто ответит? На этот вопрос ответит Николай Афанасьевич Шаповалов, первый проректор, профессор. Да, конечно, вы имеете право поступать на бюджетную основу нашей магистратуры, даже если вы бакалаврят, закончите и в другом институте. У нас 21 направление магистратуры, поэтому на нашем сайте вся эта информация имеется. Условия поступления, сроки поступления. Ждем вас в этом году. Спасибо. Любой студент вуза может реализовать свой творческий потенциал. Проректор по культурно-воспитательной работе Юрий Иванович Селиверстов. Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, насколько важна творческая атмосфера все-таки в техническом вузе? Добрый день. При подготовке специалистов в нашем университете мы руководствуемся словами нашего гениального инженера, нашего замечательного земляка, чье имя носит университет, Владимир Егорович Шухов, который говорил, что я не мыслю себе инженера вне культуры. Не приобщившись к Лермонтову и Пушкину, Толстому и Чехову, Репину и Чайковскому, он не достигнет ничего. Поэтому в нашем университете созданы все условия для всестороннего развития наших студентов, не только как специалистов, но и как действительно людей культурных, людей творческих. Более 40 коллективов творческих в нашем студенческом дворце культуры. Различные формы студенческого самоуправления позволяют воспитать лидера из нашего выпускника. Поэтому мы уверены, что выпускники шуховцы это не только высокие профессионалы, но и люди всесторонне развитые, люди наделенные лидерскими качествами, люди, которые всегда впереди. Спасибо. В ВУЗе обучается свыше 700 студентов из зарубежных стран. Причем иностранные студенты могут получить престижную профессию, достаточно качественное, высококачественное образование и еще и развить свои таланты. Выступает мужской вокальный ансамбль «Альянс». Споемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предразветный туман. Споем веселей, пусть нам падь поют, седуй боевой капитан. Споем веселей, пусть нам падает, седуй боевой капитан. Споем веселей, пусть нам падает, седуй боевой капитан. А вечер опять, а гость такой, Что песни не петь нам нельзя. О дружбе большой, о службе морской, В своем веселее друзья. Расшай, любимый город, Уходим завтра в море. Иран, ей порой, мир пьет захар мой, Знакомый плоток к любой. Расшай, любимый город, Уходим завтра в море. Иран, ей порой, мир пьет захар мой, Знакомый плоток к любой. Прекрасное выступление. Звонок телефонный есть у нас в студию. Пожалуйста. Здравствуйте, это Ольга из Баловского района. Скажите, пожалуйста, есть факультет, надо писать на Ольга, у меня только 10 класс заканчивает. Интересный вопрос, очень современное направление развития науки. Сергей Николаевич, кто ответит? Вопрос опять, первый про ректор Шиповалов Николай Афанасьевич. Здравствуйте. Нет, факультета у нас такого нет, но это направление у нас развивается очень активно. У нас есть кафедра, которая уже более 7 лет. Секция. Первая, можно сказать, в России открыла это направление нанотехнологии и строительном материаловедении. И сейчас эта кафедра выигрывает ряд российских конкурсов, грантов по 20 и более миллионов на развитие этого направления. У нас создан участок по практическому внедрению этих технологий. И студенты очень активно участвуют. Да что говорить, вот, наверное, очень часто на экранах мелькает сейчас Анна Бухала, наша выпускница и наша сотрудница. Уже на российском уровне работает. Вот она выходец как раз с этой кафедры. Поэтому там работают и там учатся самые одаренные дети, которые хотят понять и разобраться, что же такое нанотехнологии. Поэтому началось это еще вот при нашем президенте Анатолии Митрофановича Гричини. Он открывал это направление и очень активно развивается сейчас. Сергей Николаевич держит эту проблему всегда под личным контролем. Так что поступайте, ждем. Анатолий Митрофанович, президент ВУЗа, председатель совета ректоров ВУЗа в Белгородской области. Анатолий Митрофанович, вот столько у вас успешных выпускников. Наверное, это здорово, что не только для региона, для России, но и для мира в целом вообще ВУЗ готовит специалистов. Добрый день, уважаемые зрители. Мне хотелось бы сказать просто правило, что хорошего не бывает много. Поэтому мы всегда гордимся нашим знаменем. А знаменем у нас Владимир Григорьевич Шухов, который входит в 100 лучших инженеров мира за всю историю цивилизации нашего земного шара. Поэтому мы все надеемся, что кроме всего того, что у нас уже много талантливых людей, но появятся еще талантливые. И ради этого работаем. Так что у всех, кто к нам поступает, есть возможность развить свои способности. Мы этим все очень уверенно и надежно занимаемся. И радуемся любым успехам. Поэтому приглашаем вас в университет. А наши преподаватели известные, наши педагоги, они все сделают для того, чтобы из вас получился крупный ученый или крупный организатор производства, или вообще крупный большой человек. Спасибо. Второй шутер. Своими спортивными достижениями вуз по праву гордится. Студенты-спортсмены продолжают традиции успешных выступлений на различных соревнованиях не только всероссийского, но и международного уровня. Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем программу. Кто расскажет о спортивных достижениях вуза? Сергей Иванович Крамской, заведующий кафедрой физкультуры нашего университета. Профессор. Пожалуйста, Сергей Иванович. У нас в университете созданы все условия для того, чтобы студенты не только получили прекрасные специальности, но и продолжали совершенствоваться в плане выступлений в различных спортивных соревнованиях. Рядом со мной сидят два призера, участники, участница чемпионата мира, призер чемпионата мира по кикбоксингу, мастер спорта международного класса, Женя Полетова. И еще один Женя, игрок сборной команды России по пляжному гонболу, Женя Гиенко, который в прошлом году на чемпионате Европы по пляжному гонболу в Хорватии завал серебряную медаль. Кроме этого, у нас более 35 мастеров спорта на сегодняшний день занимаются в университете, три мастера спорта международного класса. И впервые в истории нашего университета в декабре Министерство спорта присвоило почетное звание заслуженный мастер спорта нашему выдающемуся белгородцу, спортсмену Юрию Насуленко. Поэтому приходите, ребята, кто занимается спортом, вы не только получите хорошую специальность, но и будете иметь возможность совершенствовать свое спортивное мастерство. Мы вас ждем. Спасибо. А сейчас в студии кандидаты в мастера спорта под Хэквондо, призеры чемпионата России среди студентов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Директор Центра Открытого Образования Сергей Николаевич, о новых формах образования, думаю, интересно нашим телезрителям будет узнать, кто сможет рассказать. Мы постоянно занимаемся и открываем новые формы образования. Вот одна из новых форм образования, я думаю, о ней наиболее полно расскажет директор Института Открытого Образования Михаличенко Сергей Анатольевич, доцент нашего университета. Пожалуйста, вам слово. Уважаемые телезрители, наш университет в числе лидеров среди технических вузов, которые развивают современные формы образования. На сегодняшний день подходы к заочной форме обучения являются более современными и более инициативными. Так, открытое и дистанционное образование вошло в нашу жизнь полноценно. У нас обучаются около 5000 студентов по заочной форме обучения с применением дистанционных технологий. От Калининграда до Камчатки и в многих регионах ближнего и дальнего зарубежья. Люди могут учиться, не отрываясь от повседневной жизни, от работы, от семей, не выезжая из других регионов, собственно говоря, по индивидуальному графику и применяя современные технологии. У нас организовано в сети интернет несколько образовательных порталов. Мы стараемся насытить информацией образовательный процесс и приглашаем всех обучаться у нас в университете. Спасибо. Спасибо. Наша программа подходит к концу. Напомню, сегодня в студии ГТРК «Белгород» были руководители, преподаватели, студенты и аспиранты БГТУ имени Шухова. Слово ректору университета Сергею Николаевичу Глаголеву. Я хотел бы всех поблагодарить, кто у экрана в телезрителе сегодня были с нами и всех, кто в студии. Ну а выпускников этого года приглашаю к нам в университет. И если вы свяжете судьбу с нашим университетом и будете активны, мы вам гарантируем, что вы будете успешны на рынке труда. Ждем вас у нас в университете. Спасибо. С каждым днем весна все увереннее вступает в свои права. А весна – это символ молодости, начала жизни, надежды на счастливое будущее, веры в свои силы. Завершает нашу программу творческий коллектив «Камертон» Губкинского филиала университета. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Много новых историй готовит нам жизнь. Мы с судьбой готовы спорить, судьба, держись! Ведь до нас были герои и были примеры. Мы на них теперь равняемся, и в них мы верим. Ты сильный будь, ты будь смелей, пройти сумеем сто путей. Но среди них наш путь один, всегда вперед мы победим. Мы разрываем крылья, мы обретаем силы. Вперед, Россия! И только ветер нам взглянул, за это нету спасибо. Вперед, Россия, Россия, вперед! Мы покорим интеллектом, обаяем душой. Мы будем целиться метко, идти дорогой прямой. Так легко и свободно, круче всех впереди. Умным быть это модно, и ты с нами иди. Ты сильный будь, ты будь смелей, пройти сумеем сто путей. Но среди них наш путь один, всегда вперед мы победим. Мы разрываем крылья, мы обретаем силы. Вперед, Россия! И только ветер нам взглянул, за это нету спасибо. Вперед, Россия! Россия, вперед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова